Одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня – создание на селе таких условий для жизни и работы, чтобы жители чувствовали себя уверенно, смогли жить в комфорте, пользоваться всеми современными удобствами. Все это позволит селянам, прежде всего молодым, связать свое будущее с тем местом, где они выросли. Эта задача решается во многом с помощью государственных программ. Государственная программа развития сельских территорий дает новый импульс подъему кубанского села. И в нашем муниципалитете этому вопросу уделяется очень большое внимание. Глава Славянского района Роман Сенеговский вместе с главами сельских поселений обсудили, что нуждается в благоустройстве в первую очередь. Был разработан план, согласно которому были подготовлены заявки на реализацию проектов благоустройства станицы поселков района. Летом приступили к работе. В прибрежном сельском поселении на улице Агрономической около шестой школы был обустроен тротуар с ограждением, что позволило значительно повысить безопасность учащихся. Все, конечно, прекрасно. Наконец-то у нас сделали тротуар, что способствует нашей безопасности, потому что нам приходилось переходить дорогу в неположенном месте. Сами видите, здесь школа, постоянно много машин, поэтому, конечно, мы рады. Будущий первоклассник. Пять лет и тоже будет бегать по этому тротуару. И Анастасиевское сельское поселение, где вопросы благоустройства находятся в центре внимания властей, приняло активное участие в программе развития сельских территорий. Благодаря этому близится к завершению работы по строительству тротуаров на улицах юных коммунаров Зубихиной и Краснофлотской. Анастасиевцы высказывают свое мнение в части приоритетности проведения работ на той или иной улице, и это помогает делу. В этом году нашему поселению по программе комплексное развитие сельских территорий было выделено около двух миллионов рублей. На эти деньги мы уже заканчиваем сейчас асфальтирование тротуаров общей протяженностью около трех километров. Приоритетно выбирались улицы с большой проходимостью населения. Также это подходы к соцобъектам нашим, это в первую очередь. И основной критерий – это безопасность. Там, где дороги в хорошем качестве, там и скорость большая у машин, поэтому тротуар был крайне необходим. Уже обустроен современный тротуар на улице Зеленой в хуторе Коржевском. Он расположен в живописном парке и там любят прогуливаться коржевчане. В Забойском сельском поселении по госпрограмме реализуются проекты по строительству тротуаров на улицах Новой, Садовой и Березовой, на которой уже есть опалубка, вскоре будет произведено залитие ее бетоном. Наш поселок становится все краше, благоустройство продолжается. До конца этого года у нас будут выполнены работы, вот уже начатые работы по прокладке тротуаров. Местным жителям это очень будет удобно, очень будет красиво. Еще будет у нас в этом году тоже улица Новая, часть улицы Новая, часть улицы Садовой. Там уже щебнем подсыпан тротуар, будет все в бетонном исполнении. В станице Петровской, крупнейшей в Славянском районе, обширная и развитая дорожная сеть, которая все время совершенствуется. Строительство тротуаров стало гораздо более доступным благодаря действию госпрограммы. Что касается трех проектов, которые были в первом отборе. Это два тротуара по улице Красноармейской, значит, порядка 570 метров и 650 метров по улице Гагарина, где у нас находится 9-я школа и 52-й садик. Соответственно, программа, будем говорить, комплексная программа, потому что в софинансировании участвует федеральный бюджет, самый большой процент, это, значит, краевой бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства, это средства тех жителей, которые проживают на данных территориях. Проекты выполнены, люди, будем говорить, благодарны. Почему выбрали именно, почему Гагарина и Красноармейска, потому что у нас там образовательные учреждения, сегодня детки, которые ходят в школу, они чувствуют себя безопасно. Все запланированные работы выполнены качественно и в срок. Современные, очень удобные тротуары, конечно же, радуют петровчан. Хочу сказать спасибо городской администрации, районной администрации, сельскому поселению Петровское, что построили тротуар на улице Красноармейской, так как этот тротуар был очень давно нужен. Дети ходят в школу, родители с детьми в садик, он очень нужен. Еще улица Гагарина проложили в тротуар, который тоже подходит к детским, дошкольным и школьным учреждениям. Очень помогло минимизировать последствия подтопления во время сильных ливней обустройство ливневой канализации, выполненное в рамках программы по улице 8 марта станицы Петровской. До конца года новые тротуары появятся в Протокском сельском поселении, а в поселке Очуево – спортивная площадка. Всего в этом году в государственной программе развития сельских территорий приняло участие 8 сельских поселений Славянского района. Эта работа будет продолжена, ведь создание комфортных условий для жителей села – это требование времени. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».